А перед просмотром данного видео, я хочу посоветовать вам зайти на канал Samson373. Парень собирает крутые ПК и делает обзоры на комплектующие. Ссылочка будет, вы сами знаете где. Всем привет, я Макс. Искал я один раз материнскую плату на Авито, как вдруг видел очень странное объявление. Называлось оно «Не знаю, работает или нет, лежит дома». Цена была 500 рублей, что слишком дёшево для нормальной материнки. Поэтому я сразу подумал, что это очередная неработающая материнская плата, которую продают со словами «Ну, так-то она работала, но потом она, ну, долго лежала в кладовке и пылилась, но должна быть рабочей». Но это не точно. Но нет, продавали целый системный блок. Я подумал, что терять мне нечего, и сразу же написал продавцу. Мы сторговались до 400 рублей, и я сегодня же поехал забирать этот компьютер. Честно, я его ещё не открывал. Давайте я сделаю это вместе с вами. Итак, давайте откроем это чудо. Давайте сразу посмотрим, что тут за материнская плата. Asus P5 LD2 SE. С четырьмя разъёмами под память. Хорош. Что это за видюха такая? Продавец сказал, что там стоит какая-то дичь на 512 мегабайт. Но что-то мне подсказывает, что тут как минимум 1 гиг точно есть. Ага, это у нас GeForce GT430 на 1 гиг. Неплохо. Только она маленькая какая-то. Ну да ладно. Блок питания на 450 ватт. Надеюсь, что он рабочий. Исата жёсткий диск на 160 гигабайт. При встрече продавец сказал мне, что этот комп привезли с деревни. Там с ним что-то случилось. Его отправили в город. Там продавец повключал его и ничего. Решил, что это слишком сложно. И решил по-быстрому продать его. Это похоже на правду. Вот и у меня он с первого раза не включился. Блин, может потому что там нет памяти? Попытка номер 2. Чудеса. Он включился. Что тут у нас за процессор? О господи. Intel Celeron 420. Загрузка зависает на этом моменте. Компьютер на F1 никак не реагирует. Эту ошибку можно было легко исправить, перепрошив BIOS. Но это не имело смысла, так как этот процессор я не собираюсь оставлять. Я купил более мощный Intel Pentium D. Два ядра по 2,8 ГГц за 300 рублей. И так, попытка номер 2. Теперь он грузится заметно быстрее. Давайте я сразу зайду в BIOS, чтобы показать вам процессор. Вот он, Intel Pentium D. Я думаю, потом его можно будет неплохо разогнать. Давайте проверим, есть ли там система. Да, походу это XP. О господи. Это XP стилизованный под Mac OS. Ой-ёй-ёй. А чё у меня ни клавиатура, ни мышка не работает? Или это так и задумано? Это, наверное, родительский контроль, да? Нет. Итак, я думаю, пришло время подвести некоторые итоги. Я практически уверен, что если вы прямо сейчас зайдёте на Авито, то вы не найдёте похожих объявлений. Такие объявления нужно выжидать неделями. Но такой компьютер действительно можно получить за 400 рублей. Нужно лишь подождать. На этот компьютер у меня уже есть некоторые планы, о которых вы узнаете чуть попозже. Ну а пока, спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Сплейн, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok